Всем привет! Здравствуйте! С вами Школкова Обществознания Мария Васильевна. Мы готовимся к ОГЭ. И сегодня берем следующую отрасль российского права. Говорим с вами об уголовном праве. Поехали! Итак, давайте посмотрим на определение. Уголовное право – это отрасль права, определяющая преступность, деяния, виды и принципы уголовной ответственности. Желательно определение-то себе записать в тетрадь словарь. Еще раз, уголовное право – это отрасль права, определяющая преступность, деяния, виды и принципы уголовной ответственности. Важный момент, на который хочу обратить ваше внимание, это слово «преступность деяния». Вообще слово «преступление» мы будем относить именно к уголовному праву. То есть по другим отраслям, если совершаются правонарушения в сфере гражданского права или административного, то мы говорим «правонарушения» или «проступки». И только если речь идет про уголовное право и его нарушения, мы говорим слово «преступление», «преступность деяния». Источник уголовного права в Российской Федерации – это Уголовный кодекс РФ. Другого никакого источника нет. Пишем «единственный источник» – Уголовный кодекс РФ, потому что считается, что все виды преступлений перечислены в Уголовном кодексе. И если чего-то там нет, то это не преступление. Соответственно, источник уголовного права – это Уголовный кодекс РФ. Очень важно посмотреть принципы уголовного права, ну и, соответственно, принципы уголовной ответственности. Смотрим. Принцип законности. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию, кроме как по приговору суда. То есть расследование преступлений, наказание за преступление должны быть в четком соответствии с законом. Никакой самосуд не допускается. И это важно на самом деле, потому что, ну, когда мы говорим про преступления, это могут быть действительно очень серьезные, очень тяжкие деяния, убийства, например. Несмотря на всю эмоциональную реакцию общества и близких, все равно очень важно, чтобы соблюдался принцип законности. Вот чтобы все происходило в соответствии с законом. И расследование преступления, и судебный процесс уголовный, и вынесение уголовного наказания должно быть в четком соответствии с законом. Это принцип законности. Дальше принцип равенства граждан перед законом и судом. Значит, уже из названия, наверное, понятно, что все граждане равны перед судом в случае уголовного процесса и уголовного наказания, независимо от национальности, пола, имущественного положения. Ну, просто говоря, и богатые, и бедные, и люди, занимающие высокое социальное положение, имеющие высокий социальный статус, и люди, скажем так, простые, да, все должны быть равны перед законом. Принцип личной ответственности означает, что человек, лицо отвечает лишь за то, что совершило. Нельзя осудить человека к уголовному наказанию за чужие преступления, за преступления какого-то родственника, друга, знакомого. Плюс надо понимать, что уголовной ответственности подлежат только физические лица, то есть только люди, граждане. Ну, то есть нельзя, например, лишить свободы и посадить в тюрьму организацию. Всегда ответственность понесет конкретный человек, конкретное должностное лицо. Вот это принцип личной ответственности. Принцип справедливости означает, что уголовное наказание должно соответствовать тяжести преступления. Никто не может дважды нести уголовную ответственность за одно и то же преступление. То есть справедливо будет наказать в соответствии с виной, с тяжестью последствий, которые возникли из-за преступления. Понятное дело, что преступление меньшей тяжести должно наказываться меньшим наказанием, чем преступление большей тяжести. Это будет принцип справедливости. Наказание должно соответствовать тяжести преступления. И принцип гуманизма. Принцип гуманизма состоит в том, что наказание в соответствии с уголовным кодексом не должно иметь своей целью причинение физических или физических страданий или унижения человеческого достоинства. Но опять же, если представить себе реальную ситуацию, реальное уголовное преступление – это тоже на самом деле важный принцип, потому что каким бы ни был преступник, даже если это убийство, даже если речь идет про тяжкое преступление, вот все равно наказание не должно иметь своей целью причинение физических страданий или унижения человеческого достоинства. Оно должно быть справедливым, оно просто должно быть, это уголовное наказание за преступление, но все равно человека нельзя просто так подвергать пыткам, нельзя унижать его, избивать, даже если этот человек осуждается за совершение уголовного преступления. Это будет принцип гуманизма. Давайте посмотрим с вами дальше. Нам нужно знать определение преступления. Мы сказали, что правонарушения, которые содержатся в уголовном кодексе, называются преступления. И по определению преступления – это виновно совершенное общественно опасное деяние, действие или бездействие, запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания. Тоже важное определение, можно себе тоже в словарь выписать. Можете на паузу меня поставить, записать и продолжим. Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, действие или бездействие, запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания. И здесь, ну вот что интересно нам в этом определении. Мы видим, да, что здесь написано, что это общественно опасное деяние. То есть, понятное дело, должна быть опасность и серьезная для какого-то человека и общества в целом. И тогда мы это квалифицируем как преступление. И также преступление, будучи общественно опасным деянием, может быть в форме как действия, так и бездействия. То есть, например, там кража, разбой, убийство – это действие. Но может быть и бездействие преступлением, например, не оказание медицинской помощи. То есть, врач, который, например, там вот выполняет свою работу, да, и он умышленно бездействует, не оказывает эту медицинскую помощь. И это, например, повлекло тяжелые, тяжкие последствия. У человека какие-то серьезные осложнения или, может быть, даже человек умер, погиб из-за этого бездействия. Вот это тоже будет преступление. То есть, преступление может быть в форме бездействия. Давайте посмотрим признаки преступления. То есть, что должно быть, чтобы мы сказали, что да, мы имеем дело с преступлением. Должна быть уголовная противоправность. То есть, вот это деяние должно быть названо в уголовном кодексе. Еще раз скажем, что к числу преступлений относятся только те деяния, которые перечислены в уголовном кодексе. И, соответственно, за которые уголовным кодексом предусмотрено наказание. Должна быть уголовная противоправность. То есть, вот что-то, да, содержащееся в уголовном кодексе должно произойти. Должна быть общественная опасность. Значит, вообще любые, да, правонарушения по всем отраслям, когда мы нарушаем нормы той или иной отрасли, ну, они имеют какую-то общественную опасность. Ну, вот как нам разделить, вот, что это уже преступление? Вот преступления имеют высокую общественную опасность. Высокая общественная опасность. Да. И еще признак преступления – это виновность. То есть, преступлением считается лишь виновное деяние. Ну, про вину сейчас скажем. Если просто говорить, то, в общем, человек должен осознавать, что он делает или не делает, и, ну, какие последствия этого будут. То есть, если мы обвиняем человека в преступлении, а он вообще не мог об этом знать, слышать, да, то вот этой виновности нет. То есть, вот должно быть отношение обвиняемого, да, к деянию. То есть, ну, человек должен вообще, по крайней мере, быть в курсе, да, этого события. И выделяют формы вины. Есть прямой умысел, косвенный умысел и неосторожность. Прямой умысел, ну, вот если мы возьмем, например, убийство, да, человек хотел убить и убил. Вот это прямой умысел. Косвенный умысел, когда, ну, например, там, человек хотел только напугать, как-то там пригрозить, и, ну, перестарался и убил. Да, все это, конечно, тяжелые и грустные примеры, но такая отрасль права, что тут поделаешь. Вот это будет косвенный умысел. То есть, в общем, не было, например, прямого умысла убивать, была какая-то другая мысль, там, запугать, например, ну, вот, там, в результате вот этой потасовки, да, например, человек погиб. Вот это, значит, будет убийство, да, с косвенным умыслом. И есть неосторожность, например, убийство по неосторожности. То есть, человек вообще, там, и не хотел убивать, и ничего плохого не имел в виду. Вот, ну, например, там, друзья просто, там, играли и дрались как-то в шутку. Есть свидетели этого, что там не было конфликта, да, что это просто, ну, было вот даже соревнование какое-то на самом деле. Но, вот, например, человек, там, получил тяжелые увечья или даже скончался, вот тогда мы можем сказать, что это убийство по неосторожности. Неосторожность – это тоже форма вины. И в этом смысле, почему вот про эти формы вины, там, в уголовном кодексе тоже написано, потому что от формы вины зависит тяжесть наказания. Понятное дело, что, например, там, убийство с прямым умыслом наказываются, там, большим сроком лишения свободы, чем, например, убийство по неосторожности. Вот, и это мы все говорим, да, к вопросу виновности как признака преступления. То есть должно быть все равно личное отношение человека к совершаемому или к бездействию. То есть если мы, например, говорим, что, вот, там, медик не оказал медицинской помощи, да, и вот мы его, и наступили тяжкие последствия, да, и, соответственно, его преступление состоит в бездействии, то все равно, понятное дело, этот человек должен понимать, что вот он сейчас бездействует, да, и у этого могут быть последствия. Вот это вот, значит, виновность будет как признак преступления. Ну, это я вам рассказываю просто, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Это скорее для понимания, так для интереса. А для УГЭ нам просто достаточно знать определение преступления. Еще раз, да, помним, что только вот за, когда мы говорим про нарушение уголовного кодекса, мы вообще используем слово преступление. Да, нельзя сказать, например, там, административное преступление, административное правонарушение будет. Вот, и, ну, просто, например, уметь назвать признаки преступления, вот, уголовная противоправность, общественная опасность и виновность. Давайте теперь посмотрим еще состав преступления, то есть, что должно быть, какие элементы, чтобы мы говорили, что имеет место вообще преступление. Если чего-то нет в составе преступления, то это, значит, уже и не преступление. Вот состав преступления. Объект преступления, объективная сторона преступления, субъект преступления и субъективная сторона преступления. Объект преступления – это то, против чего совершается преступление. Это может быть имущество, ну, если мы про кражу, например, говорим, или это жизнь и здоровье, если мы говорим там про убийство, да, например. А объективная сторона – то, что относится к объекту, то есть то, что устанавливается по факту. Это место, способ, орудие совершения преступления. Субъект преступления – это тот, кто его совершает. А субъективная сторона – это то, что относится к субъекту. То есть это вина, прямой или косвенный умысел, или неосторожность, мотив, что побуждает к преступлению, и цель. И на самом деле это тоже важно все обнаружить и прописать. Этим занимаются следствия, потому что, может быть, у вас есть подозреваемый, но если вы не можете определить, какой у него мотив, какая цель, то есть вроде бы все сходится, улики какие-то косвенные есть, которые указывают на этого человека, что он здесь был, и вот он мог это совершить. Но если мы не находим никакого мотива, то есть что могло побудить человека к этому преступлению, никакой цели, ну и сам он не признается, говорит, нет, я не виноват, мы не можем никакой мотив и цель выделить, то, ну кажется, у нас просто не будет субъективной стороны преступления, и у нас состава преступления не будет, и наше дело зайдет в тупик. Очень важно сказать про субъект преступления, то есть кто совершает преступление, это субъект преступления. Значит, это физическое лицо всегда, не может быть субъектом преступления, вот организация, мы не можем фирму посадить, грубо говоря, за преступление, всегда уголовная ответственность личная. Соответственно, субъектом преступления является физическое лицо, достигшее к возрасту совершения преступления 16 лет. Но за ряд преступлений ответственность наступает с 14 лет. На самом деле таких преступлений достаточно много. Это убийство, изнасилование, терроризм, захват заложника, похищение человека, заведомо ложное сообщение о террористическом готовящемся акте и ряд других. И вот здесь надо обязательно запомнить возраст. Это часто действительно спрашивают. Еще раз. Возраст уголовной ответственности 16 лет. В ряде случаев с 14. Это надо помнить для нашего экзамена. Что дальше? Давайте посмотрим виды преступлений. Преступления классифицируются по степени тяжести. Преступления небольшой тяжести, наказание до 3 лет лишения свободы. Преступления средней тяжести, у 3 до 5 лет лишения свободы тяжкие преступления. Преступления до 10 лет лишения свободы. И особо тяжкие, за которые уголовный кодекс предусматривает наказание больше 10 лет лишения свободы. Но опять же, для ОГЭ это не такие важные моменты. Просто если встретятся, например, фразы, что преступления бывают, например, большой тяжести и средней тяжести. Ну да, будем выбирать это как верное. Или там будет написано, что бывают тяжкие, а бывают особо тяжкие преступления. Скажем, да, тоже бывают. Вот эти цифры, объем ответственности, объем лишения свободы, где до 3 лет, где до 3 до 5, знать вам для ОГЭ не обязательно. Дальше смотрим. Дальше у нас есть определение уголовной ответственности. Просто говоря, это наказание за преступление. Это по смыслу так. Но есть, конечно, определение. Опять же, желательно его записать себе в словарь. Давайте посмотрим. Уголовная ответственность – это вид юридической ответственности, предусмотренный законом неблагоприятные последствия, уголовное наказание и судимость, наступающие для лица, совершившее преступление на основании решения суда. Вот это такое полное хорошее определение уголовной ответственности. Давайте запишем. Уголовная ответственность – вид юридической ответственности, предусмотренные законом неблагоприятные последствия, уголовное наказание и судимость, наступающие для лица, совершившего преступление на основании решения суда. Важно понимать, что наказание за преступление выносит только суд и больше никто. Вот, например, мы говорили, что административная ответственность, наказание за нарушение административного права, штрафы, например, очень часто выносит не суд, а какие-то компетентные органы. Вот, например, контролер на транспорте оштрафовал гражданина за безбилетный проезд. Не суд, а вот прям контролер может его оштрафовать. Или там сотрудник полиции оштрафовал гражданина за курение в общественном месте. Тоже не суд, а прям полиция и полицейский вынесли административное наказание, штраф. А уголовные наказания назначаются только судом и никем больше. И вот здесь у нас в определении уголовной ответственности есть еще слово судимость. Надо понимать, что уголовная ответственность влечет за собой состояние судимости. И это важно, потому что, например, когда люди устраиваются на работу, на многие виды работ, нельзя как бы поступить, если у человека есть судимость не снятая или не погашенная. Да, и вот надо брать справку о наличии или отсутствии судимости. И надо понимать, что любая уголовная ответственность порождает вот эту судимость. Но только уголовная. Помните, мы говорили, например, что за административные правонарушения нет судимости. Судимость – это последствия уголовной ответственности. Давайте посмотрим цели применения уголовного наказания. Значит, ну, во-первых, восстановление социальной справедливости. Наказание уголовное должно как бы возмещать причиненный вред, если это возможно, и, соответственно, восстанавливать социальную справедливость. Есть цель исправления осужденного. На самом деле, человек, подвергнутый уголовному наказанию за преступление, должен осмыслить свое деяние и в результате уголовной ответственности исправиться, осознать, что так ни в коем случае нельзя поступать и в будущем этого не делать. Вот, значит, цель есть – исправление осужденного. И цель – предупреждение о совершении новых преступлений. То есть, например, мы, по крайней мере, преступника изолируем от общества, да, и этим уже предупреждаем совершением новых преступлений. Вот, и обезопасиваем общество от преступлений, которые этот человек мог еще совершить. Вот вам цель уголовной ответственности – предупреждение о совершении новых преступлений. Еще раз скажем, что уголовная ответственность наступает по общему правилу с 16 лет, в исключительных случаях с 14. Ну и очень важно знать наказания, которые предусмотрены Уголовным кодексом. Хорошая новость для нас, для УГЭ, состоит в том, что надо просто знать название этих наказаний. Причем, даже, честно говоря, не все они встречаются в типичных заданиях УГЭ. Давайте просто проговорим. Тут, на самом деле, в конспекте достаточно подробно описано. Все описания взяты непосредственно из Уголовного кодекса. Еще раз скажем, нам надо просто эти названия, что такие наказания есть за преступление. Такие наказания предусмотрены Уголовным кодексом. Что тут есть? Тут есть штраф. И это, кстати, интересно, потому что, когда мы говорили с вами про административную ответственность, про наказание за нарушение норм административного права, там тоже был штраф. И мы говорили, да, это очень частое административное наказание. Там штраф за безбилетный проезд, штраф за распитие спиртных напитков. В неположенных местах штраф за неправильную парковку. Там административный штраф за утерю паспорта. Все мы это с вами обсуждали. Там штрафы, штрафы, да, это самое распространенное административное наказание. И многие при этом не понимают или забывают, что в Уголовном кодексе тоже есть штраф как вид наказания. Вот, ну вот да. То есть в Уголовном кодексе есть штраф как вид наказания. Есть также обязательные, исправительные и принудительные работы. Обязательные, исправительные и принудительные работы. Значит, там есть зависимость от того, есть ли у человека основное место работы, по объему выполнения этих работ, да, по количеству часов, которые человек работу выполняет. Ну, нам просто достаточно знать, что тут есть виды наказания уголовных, какие-то работы. Обязательные, исправительные и принудительные. Ну, такая подсказка, в Уг чаще фигурируют исправительные и принудительные работы. То есть если вы их видите, туда надо относить это к уголовному наказанию. Дальше смотрим. Значит, ну давайте самого популярного. Конечно же, самое такое, ну, существенное наказание, которое мы все знаем, слышали, за совершение преступления, это лишение свободы. И вот смотрите, тут есть два варианта. Есть лишение свободы на определенный срок, и есть пожизненное лишение свободы. Значит, лишение свободы на определенный срок, это значит, ну, не пожизненно. То есть там год лишения свободы, два года лишения свободы, 10, 15, 20, 25. У нас по уголовному законодательству максимальный срок по совокупности преступлений не может быть больше 25 лет лишения свободы, а по совокупности приговоров не более 30 лет лишения свободы. Ну, опять же, да, вот эти нюансы нас не особенно спрашивают. Просто надо понимать, да, что лишение свободы – это действительно то наказание, которое есть только в Уголовном кодексе. И, соответственно, если это не пожизненно, то правильно это называется лишение свободы на определенный срок. Ну, в тестах обычно пишут просто лишение свободы. Есть еще пожизненное лишение свободы. Ну, это значит, прямо вот до конца, до смерти. Правда, пожизненное лишение свободы нельзя назначить несовершеннолетним. Даже за особо тяжкие преступления все равно несовершеннолетним пожизненное лишение свободы не назначается. Не назначается женщинам, независимо от возраста, просто женщинам не назначается. И не назначается мужчинам старше 65. Ну, наверное, это тоже работает принцип гуманизма. Но пожизненное лишение свободы, как уголовное наказание, конечно, существует в нашем уголовном кодексе. Иногда возникает вопрос о смертной казни. В ЕГЭ в основном, в ОГЭ как-то нет. Ну, просто для интереса. Значит, со смертной казнью такая ситуация. Конечно, смертная казнь у нас не применяется впредь до ее отмены. Так вот написано в законе. Смертная казнь не применяется впредь до ее отмены. Иначе это называется мораторий на смертную казнь. То есть на самом деле, как бы смертная казнь как наказание не отменена, но она не применяется. Она не применяется. В России не применяется смертная казнь. Но как бы она не отменена, окончательно есть вот такая формулировка. Смертная казнь не применяется впредь до ее отмены. Иначе мораторий на смертную казнь. Ну, понятное дело, есть страны, в которых действует, применяется смертная казнь. Есть страны, в которых она запрещена. И существует много споров по этому вопросу. Есть аргументы и сторонников, и противников. Но нам надо знать, что наш уголовный кодекс вот так вот формулирует. Что смертная казнь не применяется впредь до ее отмены. Есть еще другие наказания, которые, в общем-то, встречаются не очень часто. Но может быть, я имею в виду экзамен. Может быть, на экзамене вы встретите ограничение свободы, как вид уголовного наказания. И ограничение свободы, это, например, запрет посещать какие-то мероприятия. Запрет, например, выходить из дома позже какого-то часа. Запрет какие-то конкретные места посещать. Вот это будет ограничение свободы. Есть еще арест, лишение права занимать определенные должности. Лишение специального воинского или почетного звания. И ограничение по военной службе для военнослужащих. Тоже как уголовное наказание. Но нам для ОГЭ просто вот то, что действительно встречается в заданиях. И там просто надо выбрать, что является уголовными наказаниями. Надо помнить штраф, принудительные исправительные работы, лишение свободы, пожизненное лишение свободы и ограничение свободы. Это вам будет достаточно. Вот так, друзья, тема, конечно, сложная и тяжелая. Если есть по ней вопросы, смело пишите в наш чат. И обязательно сделайте домашнее задание по теме. До встречи.